Повесть В центре ее судьбы двух друзей – Алексея Тропникова и Юрия Ткачика. Мы знакомимся с ними, когда в первые послевоенные годы мальчишками они бегали по окрестностям своего родного села, находя в еще свежих траншеях и окопах неразорвавшиеся мины, гранаты, остатки боевого оружия. Эти детские подчас опасные игры определили дальнейшую жизнь Юрия и Алексея. Они поступают в военные училища, готовясь стать саперами. Итак, слушайте страницы повести Бориса Рощина «Тревога». Читает заслуженный артист РСФСР Алексей Покровский. Если официально полноправными курсантами новички становились после принятия присяги, то неофициально старшекурсники принимали их в свою курсантскую семью и признавали лишь после зимних учений. Учения начались после Нового года. Забывала метель, наметая двухметровые сугробы на бруствер, и им приходилось почти непрерывно работать с саперными лопатками, чтобы не быть погребенными под густым снеговалом. Где-то впереди, в стороне противника, раздались глухие выстрелы, и тогда в снежной ночной черноте несколько мгновений плясали тени осветительных ракет. Юрий, откинув с головы капюшон маскировочного халата, тронул товарища за плечо. — Леша, а Наташа с Ольгой сейчас в театре сидят, лебединое озеро смотрят. — И ты по сторонам поглядывай, — буркнул Алексей, орудая лопаткой, не то нас быстро в языки захомутают, проволокут по снегу километра три с кляпом во рту. Тогда не только лебединое озеро вспомнишь. А Наташа твоя сейчас не одна сидит, а с лейтенантом Хляповым. — Ну, это еще неизвестно. — Чего там неизвестно? — Думаешь, взводный просто так заболел? — Да у него и насморка-то никогда не бывало. А на учениях он всегда больше всех ворчал. Мне ребята рассказывали, он заболел, чтобы в Ленинграде остаться с Наташкой. Я знаю, он в Наташку с перо взгляда втюрился и хоть сейчас женится. Не пойдет Наташка за хляпом. — А ты откуда знаешь? — Думаешь, тебя всю жизнь ждать будет? — А я жениться не собираюсь, не хочу. Ну и дурак. Чего ж ты тогда хочешь? — Вот привязался ко мне, — рассердился Юрий. — Женись, женись. Я с ней встречался всего два раза. И вообще я сейчас домой хочу, в деревню. Ах, Леш, чтоб лето было и на плоту по Черной речке с удочками. А помнишь, как мы с тобой дот брали на Черной речке, а твоя граната под ногами у нас рванула? — Помню, орал ты тогда. — Сам ты орал, — возразил Алексей. И вздохнул. Тетка письмо прислала. Болеет здорово. С кровати совсем вставать не может. Хоть бы еще пару лет продержалась. Я бы тогда училище закончил и братана к себе забрал. А так куда его девать? В детский дом? — У моих пока поживет. Я мамке напишу. Она твоего мишку любит. Ветер неожиданно стих. И наступившую тишину прорезали гулки автоматной очереди. И тотчас же, словно испуганная, метель вновь завыла, застонала, закружила снежными столбами. — Первый взвод строится! — прокричал, пробегая по траншеи, помощник командира взвода, сержант Губарев, живой подвижный крепыш, третикусник, который сейчас в отсутствии лейтенанта Хляпова являлся командиром курсантского взвода. Через несколько минут в низине, где метель завывала не так сильно, построился взвод. — Разобраться просчетно! — приглушенным голосом скомандовал сержант Губарев. — Становись! Равняйсь! Мирно! Стоя почти по пояс в снегу, тесно прижавшись плечом друг к другу, Юрий и Алексей слушали доклад командира взвода преподавателю минно-взрывных заграждений подполковнику Соломатину. Подполковник, единственный из всех, был сейчас не в маскировочном халате, и темную его фигуру тускло высвечивали в сполохе ракет. — Смотри, Соломатин-то в сапогах, а у меня в валенках ноги мерзнут! — шепнул Алексей. — У него сапоги на меху, в них теплее, чем в валенках! — Юрий узнал голос Олега Горбатого. — Ты не, Баси, цвет его портянок знаешь! — огрызнулся Алексей. — У него не портянки, у него носки! — невозмутимо парировал Горбатов. — Ребят, кончайте вы! — простонал откуда-то сзади голосок Мити Панина, самого низкорослого и слабосильного курсанта. — Закончим занятие быстрее, может, взремнем часик, я уже стоя сплю. — Сержант Убарев, что у вас за болтовня в строю? — услышал Юрий, недовольный голос подполковника Соломатина. — Прекратите разговорчики! — ряфкнул сержант. — Ставлю взводу задачу. — Подполковник повысил голос и передвинулся к строю вплотную. — Отрабатываем практически тему. Установка противотанкового минного поля перед передним краем обороны по минному шнуру. Достать карты и карманные фонарики, привязать минное поле по компасу. Юрий полз, опустив голову вниз, раздвигая сугробы плечом и стараясь не выпустить из рук минного шнура, который нетерпеливо дергался и рвался вперед. — Ах! Куда всегда торопится, черт бы его побрал, подумал он, злясь на лёжку. Юрий с силой рванул шнур, требуя остановиться, и откинулся на спину, тяжело дыша, хватая губами снег, залепившее лицо. — Сколько они проползли? Метров двадцать, не больше. Хотя нет, лёжка ползёт на десять метров впереди него, значит, он прополз тридцать. Это сколько же ещё осталось? Туда, обратно. Нет, на такой путь у него сил не хватит. Шнур нетерпеливо дёрнулся, Юрий перевалился на живот, автомат больно ударил его затвором по голове, сумка с автоматными магазинами, противогаз и сапёрная лопатка сбились на один бок и не давали ползти. Юрий растолкал их по сторонам, но теперь съехались из спины и навалились на шею, не давая поднять головы две пятикилограммовые мины. Он рывком отбросил их назад, на спину и пополз, вспарывая головой снег до самой земли. Силы его кончались, когда шнур за ним натянулся. Кажется, доползли, облегчённо подумал Юрий, пытаясь стащить со спины связку мин. Спина была мокрой, по лицу струился пот, плавя снег и заливая глаза солёной влагой, а вот руки закоченели. Юрий стряхнул рукавицы и жарко задышал в ладони, застонав от боли в пальцах. Попытался вытащить из чехла сапёрную лопатку и не смог. Руками стал разгребать сугроб, чтобы скорее установить мину, потом другую и назад, скорее назад, налегке. Вытащил из-за пазухи взрыватель и чуть не заплакал от боли и досады. Крышка отверстий под взрыватель на мине, прихваченной литком, не поддавался. Шнур вновь ожил, задёргался. Юрий приподнял голову, вгляделся в темноту. Неужели Лёшка уже установил мины и ползёт назад? Не может быть. Тяжёлое сопение послышалось совсем рядом, и из снега показалась голова. Лёшка возвращался, держа в руках мины. «Что случилось?» — скрикнул Юрий, ничего не понимая. «Ты почему мины не установил?» Алексей подполз к товарищу вплотную и несколько мгновений лежал, уткнувшись лицом в снег, со свистом тягивая в себя воздух. Потом поднял голову и хрипло пояснил. Снег глубок, мины от гусеницы не сработают. «От какой ещё гусеницы завопил Юрий, предчувствуя недобрые? Ты устанавливай быстрее, назад двинем!» «Нет, Кач, в таком снегу мины устанавливать нельзя. Соломатин двойку поставит, я его знаю. Подкладки надо из досок, чтобы площадь опоры была. Какие ещё подкладки? О чём ты раньше-то думал?» «А ты о чём?» — оздился Алексей. «Я за тебя всегда думать должен. Да где же их взять, подкладки эти?» — простонал Юрий. «Назад надо, в траншею. Мины с собой берём, а то потом не отыщешь. Не, Лёш, я не могу. Пусть лучше Соломатин двойку ставит. Меня на второй заход не хватит. И вообще, Лёш, уйду я из училища. Буду с батей на тракторе работать, землю пахать, на сенокос всей деревни, а вечером на рыбалку. Ладно, так сделаем», — прохрепел Алексей, будто не слышит слов товарища. «Ты здесь лежи, вот мои мины, держи, а я за подкладками смотаюсь. Четыре штуки как-нибудь дотащу». Ответить Юрий не успел. Из груды чёрных облаков вдруг на мгновение выглянула луна и осветила одинокую фигуру, двигающуюся на лыжах. «Подполковник Соломатин», — прошептал Алексей. «Чей расчёт?» — громко спросил подполковник, приближаясь. «Старший расчёт курсанта Козлова», — откликнулся Алексей, приподнимаясь на локоть. «В чём задержка?» «Снег глубокой, товарищ подполковник, а подкладки под мины взять забыли». «Ну что ж, исправляйте положение». «Есть!» «Даю вводную. Вы ранены в ноги, курсант Козлов». Только теперь, взвалив лёжку и связку мин на спину, Юрий почувствовал, что к нему пришло второе дыхание. Так бывало всегда, когда заканчивал он схватку на ковре с сильным противником. Руки вновь наливались силой, дышалось свободно, легко, не переводя духа, отчаянно работая локтями и коленками, он протащил Алексея метров пять и затих, придавленный недвижимым лёжкиным телом. Метель не унималась, а свирепела всё больше и больше, заметая пробитый след. Необходимо было поторапливаться, в такой круговерте недолго и заблудиться. Юрий шевельнулся, Алексей сполз с его спины и, прижавшись губами к мокрому капюшону, товарища прошептал, «Юрка, давай я тебя поволоку, Соломатин в темноте не разберёт». Юрий не ответил, снял с груди автомат, повесил его на шею лёжки, привязал мины к его ремню и, нащупав под маскалатом воротник лёжкиной телогрейки, так рванул его вперёд, что воротник оторвался. «Ты чё, ошалел?» пробормотал Алексей. Юрий продолжал молчать, ухватился за лёжкину телогрейку поудобнее и, сорваясь в снег, как крот, потащил его к траншеи. Юрий не видел, конечно же, как товарищ его смотрел в светлеющее предутреннее небо и улыбался. Это Юркина настырность. С детства нравилось ему. Стараясь помочь товарищу, Алексей незаметно отталкивался ногами от снега и одобряюще кряхтел. «Здоровый ты всё же, мужик, Юра! Лейтенант Хляпов позавидовать может!» «Эй, ты осторожней, ты дёргаешь, шею сломаешь!» Юрий вдруг вспомнил, что ему предстоит повторить этот путь с минным шнуром, и второе дыхание стало его покидать. На четвёртый день зимних общеучилищных учений Юрий с трудом стоял на ногах. И не столько от усталости, сколько от непреодолимого желания спать, спать, спать! Эта мысль стучала в висках даже тогда, когда он бежал на лыжах марш-бросок с полной боевой выкладкой. Временами ему казалось, что он не стоит на земле, а парит над нею. Он спал на ходу. Громкая команда сержанта Губарева приводила его в себя. «Газы!» Непослушными руками Юрий натягивал на обветренное лицо ледяную маску противогаза, и тотчас же счёте его немели, а глаза застилал туман. «Бегом марш!» слышала глухая команда. «Товарищ сержант!» Юрий узнал Лёшкин голос. «Клапана из противогазов всем можно вынимать!» «Какие клапана?» «Взвод!» «Стой!» «Снять противогазы!» Юрий стащил с головы маску и увидел, что Олег Горбатов торопливо пытается поставить на место резиновый дыхательный клапан. «Отловкач!» «И в противогазе умудряется легко дышать!» «Молодец, Лёшка, что заметил это!» «Кто вынул клапан?» Сержант оглядел взвод красными, воспалёнными от недосыпаний и ветра глазами. «Ну, я вынул!» «Букнул Горбатов и зло посмотрел на Алексея!» «Отвечать без ну!» «Поставить клапана на место!» «Приказал сержант!» «Разбираться будем в Ленинграде!» «Что?» «Легче стало!» шепнул Горбатов, едва сержант отвернулся. Алексей не отвечал, но голос подал Митя Панин. «Козлов правильно сделал!» «Любишь, Олег, в рай на чужих горбах ездить!» «На твоём горбу проедешь!» усмехнулся Горбатов и презрительно сплюнул. «Сам себя еле-еле на ногах таскаешь!» «Да, я не такой здоровый, как ты!» «Спылил Митя!» «Но магазины в сумке ношу!» «Посмотрите, товарищ сержант, сумку курсанта Горбатова!» «У него, наверное, их два комплекта!» «Откройте сумку!» «Приказал сержант Губарев!» По Багровев Горбатов рванул ремень патронной сумки. Она была пуста. «Где магазины?» В глазах сержанта сверкнул гнев. «Забыл в казарме!» Наступило тягостное молчание. «И зачем только такие, как вы, в училище идут?» Наконец проговорил тихо сержант. «После учений доложу о вашем поведении самому генералу!» «Последним и самым трудным испытанием для новичков на зимних учениях была майна. Старшекурсники произносили это слово как-то по-особому, словно бы с заглавной буквы майна. Название это считалось неофициальным, а официально звучало так. «Паромная переправа в зимних условиях». Схема переправы была проста. Во льду реки от берега до берега вырубалась полоса около 10 метров шириной. Собирался паром, и на нем переправлялась техника по водной полосе. Паром передвигали с помощью канатов, как бурлаки баржу. Поначалу Юрий не мог понять, зачем понадобился им этот древний способ переправы известный еще до Первой мировой войны. В классе он тратил на схему подобной переправы не больше минуты. А здесь... «Леша!» «Передохнем!» проговорил Юрий и выпустил из рук рукоятки пилы. Прогнулся назад, разминая уставшую спину, огляделся. Река напоминала сейчас строительную площадку. Повсюду звенели пилы, стучали отбойные молотки, раздавались команды. Курсанты, разбившись по парам, пилили 35-сантиметровый лед на трассе будущей переправы. Юрий вдруг вспомнил далекие послевоенные годы. Такими вот длинными двухметровыми пилами пилили деревенские мужики бревна на доске. Один человек пилил, стоя на высоких козлах, на которых лежало бревно, другой внизу. «Атомный век называется», раздался голос Олега Горбатого. «Багор пила да лопата и вся механизация. Такие переправы деды наши наводить. Нам-то это зачем?» «Чтобы таких, как ты, проверить», пояснил Митя Панин, сдувая с бровей пот. «А то ни пилу, ни лопату в руках держать не могут. И это таким, как ты, пилу да лопату годами изучать надо. А я первый взвод на Багры!» прозвучала команда майора Шаргородского. «На Багры!» тотчас же откликнулся командой сержант Кубарев. Вытаскивать ледяные глыбы баграми было потруднее, чем пилить лед. Они вертелись в воде, как живые, скользили, уворачивались от багров и никак не хотели вылезать из воды. Но глыбы все же выволакивали на лед и баграми тащили подальше от полыньи, которая дымилась парком, увеличивалась, продвигалась все дальше и дальше к противоположному берегу. Под тяжестью этих глыб лед на реке прогибался и под ногами курсантов захлюпала вода. «Ребята, а что, если лед не вытаскивать наверх, а вниз, под воду заталкивать?» «Давайте попробуем!» И Митя уперся в льдину багром, стал топить ее, заталкивать под лед. Льдина неожиданно легко подалась и исчезла под заснеженным ледяным полем. Митина раз предложение было принято, и работа у курсантов первого взвода пошла веселее. Со второй половины дня стал крепчать мороз. Небо очистилось от хмурых, разлапистых туч и зазвенело прозрачной синей. Черная полоса открытой дымящейся воды соединила оба берега. По краям ее выселись ледяные торосы. Курсанты работали без перекора. Сейчас останавливаться было нельзя. Промокшие сапоги леденили ноги. Холод допекал теперь Юрия и даже больше, чем желание спать. В сапогах хлюпала вода, и останавливаться нельзя было ни на минуту, чтобы не растерять тепло от движения. Он видел, как Алексей, размотавший мокрую бухту каната, сунул замерзшие пальцы в рот и завертелся от боли волчком. В этот момент раздался отчаянный крик Панина. Горбатов тонет! Мгновенно несколько рук выхватили из полыни мокрого взъерошенного лего, втащили его на лед. Бегом в санитарную машину приказал сержант Губарев и больше на майне не появляться! Горбатов молча побежал к берегу, спотыкаясь о льдины, вода стекала с него ручьем. Через несколько минут он выглядывал уже из окошка санитарной машины, довольный, улыбающийся, слегка захмелевший от спирта, которым растер его и дал выпить врач. Майна для него закончилась, для остальных же она только начиналась, вернее, начиналась самая ответственная часть ее. «Сержант Губарев, приступайте к сборке парома», приказал командир роты. На сборку давалось совсем мало времени. В лесу уже ревели моторы тягачей, которые полным ходом шли к переправе. К их подходу паром должен быть собран. Одна за другой подлетели к майне машины с понтонами и сбросили громадные железные коробки в воду. «Состыковать понтоны!» Юрий работал на понтоне в паре со своим командиром отделения, третьекурсником, младшим сержантом Титкиным. Работали сокращенным расчетом. Находиться на оледенелом понтоне каждому лишнему человеку было небезопасно. Двухсот килограммовые прогоны елозили по нему и скользили словно живые. Вот почему в каждый понтонный расчет включен был опытный старшекурсник. Юрий не узнавал своего командира отделения. Обычно медлительный флегматичный Титкин ходил сейчас по понтону в Юном. Легко перебрасывал с места на место девяносто килограммовые настилочные щиты, кантовал прогоны, крепил их к понтону болтами величиной со стакан. «Как руки держишь!» кричал он на Юрия. «Ладони на прогон сверху накладывай, а не снизу, иначе пальцы срежет!» «Смыкай полурамы!» раздалась очередная команда. Юрий оглянулся. Тягачи мчались по ослепительно белому полю, взметая за собой снежные водопады. «Держи богор!» услышал Юрий голос Алексея. «Сдвигаемся!» «Концы прогонов заводи вправо!» Ухватившись за концы Лёшкиного багра, они медленно сдвигали полупаромы. «Крепи болты!» «Щиты давайте!» «Щиты настилочные!» «Куда палец судёшь оторвёт?» «Ломиком дырки совмещай!» «Канаты к парому крепи!» «Канаты!» «Паромному расчёту сойти на берег!» «Аварийно-спасательные команды приготовятся!» «Сходни где?» «Сходни!» «Кто уволок сходни?» Теперь на пароме остался один лишь сержант Губарев с флажками в руках. Он стоял на краю парома с раскинутыми в сторону руками, а на него, рыча мотором и лязгой усеницами, наползал приземистый заснеженный тягач. Флажки в руках сержанта плавно подрагивали, давая направление водителю тягача. Наступил самый ответственный момент переправы. Сейчас всё зависело от опыта водителя тягача, от его мастерства и от расчётливой команды сержанта Губарева. Тягачу необходимо остановиться точно по центру тяжести парома. Несколько лишних сантиметров и паром накрениться, тягач не удержится на его оледенелой палубе и, подминая под себя сержанта, рухнет в воду. Юрий увидел, как два водолаза из аварийно-спасательной команды, одетые в гидрокостюмы, придвинулись к кромке льда, готовые в любую секунду уйти под воду на помощь товарищам. Тягач наползал на паром медленно, плавно, без рывков. Сержант Губарев резко взмахнул флажками. Тягач под одобрительный гул голосов остановился в центре парома. Закрепить машину, разобраться на канатах по отделениям. Карабкаясь по скользким ледяным торосам, Юрий из последних сил тянул жесткий оледенелый канат. Ему казалось, что переправа эта не кончится никогда. И хотя он только что намотал запасные сухие портянки, ноги от холода не отходили, ныли тупой противной болью. Ох, гад он, вдыхнул в затылок Юрия Алексей. Кто, спросил Юрий, не оглядываясь, да Горбатов. Думаешь, он случайно в воду свалился? Нарочно прыгнул. Не может быть, от неожиданности Юрий остановился. Зачем ему прыгать? Зачем, зачем? Ты всю ночь, как белый медведь, по льдинам прыгать будешь, а он в санитарке дрыхнет. А я-то, дурак, смотрю, понять не могу, чего это он на брюхе к воде ползет и за богор держится. За такое дело морду бить надо, прохрипел Митя Панин. Само собой надо, согласился Алексей. Только его этим не проймешь, а сам из училища вылетишь. Надо собрание комсомольское собрать и генерала на него пригласить. Он таких как Горбатов сразу к ногтю берет. Мне ребята говорили. Ладно, в Ленинграде это дело обмозгуем, согласился Митя. Черт с ним, с Горбатовым, как-нибудь обойдемся. Темно-то как, ноги поломаешь. И, словно, в ответ на Митяны слова с берега ударили по переправе ярким светом прожектора. Разобрать поведение Олега Горбатого на комсомольском собрании курсантам первого взвода не удалось. Сразу же по прибытии в Ленинград с зимних учений он и двое других первокурсников подали рапорт на имя начальника училища с просьбой отчислить их из военного училища по собственному желанию. Подобные просьбы генерал удовлетворял незамедлительно. Баба с воза кобыли легче, проговорил Алексей, узнав про уход Горбатого из училища. Интересно бы с ним лет этих через двадцать встретиться. Посмотреть, что за человек из него получился. Может быть, зря мы с ним на собрании не поговорили, неожиданно высказался Митя Панин. Как-никак, полгода вместе прожили. А вдруг Горбатого могила исправит. Алексей был неумолим. Мне с ним говорить не о чем. Юрий после зимних учений впервые по-настоящему почувствовал себя курсантом, а вернее военным человеком, вся жизнь которого теперь навсегда связана с армией. но вместе с уверенностью в себе в своих силах где-то в глубине души его таилась тревога. Правильный ли путь он избрал в жизнь, сумеет ли выдержать его до конца, а может быть, он просто попал в попутчики к другу своему, Алексею. О том, как дальше сложится судьба Юрия Алексея, вы узнаете, прочитав повесть Бориса Рощина «Тревога». Еще раз напоминаем, что она была опубликована в издательстве «Советский писатель» в прошлом году. Страницы повести читал заслуженный артист РСФСР Алексей Покровский. Продолжение следует...